Танцевальный турнир по латино-американским танцам прошел в Хабаровске. Особенность его в том, что участники выступали не парами, а в одиночку. Еще несколько лет назад знатоки могли бы сказать, что это невозможно. Латино — это ведь по большому счету танец любви. Однако хабаровчане создали свой стиль и теперь на сольные соревнования. К нам приезжают исполнители из разных городов страны. Репортаж Антона Примачева. Пасадобль — это танец, имитирующий кориду. В обычном варианте партнерша изображает кусок ярко-красной ткани, а партнер играет роль матадора. Но, как известно, мужчины на занятия танцев приходят редко, и хабаровчане решили с этим больше не бороться. Придумали сольные варианты. И не только для исполнения Пасадобля. Екатерина Баган приехала на соревнования из Мурманской области. Танцами она занялась во время ограничений, связанных с пандемией. Предложение хабаровчан показалось интересным, так как можно было заниматься, не выходя из дома, онлайн. В чем преимущество этого метода занятий? То, что не нужно просить тысячу раз преподавателя повторить, чтобы запомнить. А ты открываешь видеоурок, смотришь и повторяешь, делаешь. А Светлана Дмитриевна задает домашние задания, мы отправляем, она проверяет и вносит коррективы, если что-то неправильно делаешь. Танцовщиц-любительниц в Хабаровске много. Возраст значения не имеет. Сольный вариант исполнения танцев в стиле латины теперь распространяется из нашего города по всей стране. Свои знания сегодня участники демонстрируют на турнире под названием Кубок Балхауса. Так называется школа, которая разработала сольные танцы. Латиноамериканские танцы – это то, что очень близко нашим девушкам, женщинам. Это позволяет приобрести красивую походку, осанку, грацию. Но и в то же время здесь есть возможность получить спортивные результаты. Здесь есть возможность вырасти в мастерстве и даже получить профессиональный класс. В соревнованиях участвовали любители и профессионалы. Карина Дыринг – преподаватель танцев и участник соревнований в одном лице. В этот раз на Кубке Балхаус судьи признали ее сильнейшей. Теперь ее имя будет вписано на главной награде навеки. Для меня сегодня было огромной честью услышать имена победителей моих учениц. И к своему выходу я была не готова. Поэтому я решила насладиться своим танцем, нереальной атмосферой турнира, который подготовили наши дорогие организаторы. И мне безумно приятно, что судьи оценили именно так. Награду получили все участники турнира. Их было почти 400. Отдельно организаторы выделили участника, за которого проголосовали зрители. Некоторые из них пообещали к следующему турниру тоже подготовиться и попробовать свои силы. Антон Бримачев, Николай Трохин. Смотри Хабаровск. Сола Латина в Хабаровске развивается уже 10 лет. Для преподавателей стал приятным удивлением тот факт, что пандемия не повлияла на развитие этого направления. Напротив, появилось много новичков.